на початку наших зустричанней было багато тихо вот побачили ну и как бы треба же было увагу ну то есть он расслабился все понятно не но он теперь зарабатывает деньги себе обеспечивает на веселье да всем привет с вами зашкварное свидание меня зовут сергей это максим сегодня нас гостях лера она же лера пешка я же максим фир несколько очень простых вопросов ты готова давай первый начнем там не на высота эфелевой башни окей окей давай попроще возраст 24 не возраст эфелевой башни 24 знак зодиака тилець професия блогерка это твоя основная занятие так я зараз параллельно навчаюсь на акторку семейное положение заручено заручено сколько было партнера в твоей жизни хлопцев ну может и девчат передача приобрела интересный кросс 4 и последний вопрос когда-нибудь сбегала со свидания ну я давала 15 хвилин якшо шо то в принципе так давала в смысле официально или ты просто засыпала ты страшно я пишла я давала шанс чтоб людина щось мене я просто придумывала что дейсно щось трапилось там треба терминово кудись по ехати а нет такого что допустим он нашел ты такая типа все по мне пара отсюда не я пояснювала что в мене щось дуже придумала какое-то как актриса отыгрывала да 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 о боже моя бабушка она попала и вот таки ну без меня бабушка попала на орги у меня надо ее спасать ну то есть ты не ставила песочные часы типа все мало и 15 минут у тебя нет так насправді таких зашкварных побачений было не так багато того что якшо мені там сподобався все и у меня начались відносины все мои стосунки были достатньо довгие типа у меня не было довгих периодов что я хожу на побачение ну пару историй ты для нас приготовила так замечательно расскажешь нам про самое зашкварное в твоей жизни добре все было еще у школе значит не с учителем а не с учителем я надеюсь а в принципе мне подобалось трудовик был огонь в школе на самом деле значит він був на рік старший и это типова ситуация когда ты ходишь по школе и это единый типа сенс твоего приходу в школу побачить его а в каком классе было я была в девятом и он в десятом значит он был полностью мне типаж это был очень долгий толстый лисый мы десятиклассник сеткой не короче мне типаж долго час буфы худощавый загадковый дрищи який який палец короче точно не сергей да 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 и не макс ну я загадочный вот виталик конечно занервничал вы сейчас наш оператор ну короче он был действительно очень загадковый как этот паттисон вот такой вот ну так но он не настолько и гарный мне кажется это не эмо или ваше время уже не было эмо не было не было ну короче и он мне дуже подобался и тут в якийсь момент уже десь півроку я ходила за ним дивилась а шукала чтобы наши погляди и зустрелись а он из туалета то есть выходит абсолютно так и было я стала его езд подумать голову не мы реально кожен типа дзвоник мы шли на охоту мы дивились девочками другими да с подружками на сердце очевидно они тебе просто помогали ну так ну разом ходить и за ним а они знали это подруги были они тоже были в него влюблены мы знали полностью его графики ходили до его кабинетом росплата и уроки в общем такие маленькие ну короче я была дуже насправді забита такая ну скромная девчинка и тут яким из чином он мне пишет вконтакте это просто у меня просто вибухти и знаете что он пишет перестань за мной ходить вот и такая не в мене скидает трек это была репчина дужи психодел дужи таки психодел значит и я до сих пор и памятаю потому что я столько слухала типа ты песню на репети значит я тебя выцеплю я тебя выцеплю и ты будешь моей чтобы вы понимали я реально там плакала просто я в восторге была типа вот все ты по кровати каталась вот это вот и мы начали трохи переписываться но он и в переписке був дуже дивный и только треками переписывался и в якийсь момент он меня покликал вечером встретиться для меня тоже був просто фурор давай каже пиздно вечері біля школы было дуже темно я дуже готувалась афарбувалася и вот я приходжу и короче это взагал не то что зашкварна эта история просто про разбиття мені здаётся якихось иллюзий и мрій тому что мы встречаемся и мы тупо не знаем о про что говорите я как-то ну типа переписываться легче и он мне начинает рассказывать свои истории как он был под наркотой и он мне начинает так и душе натхненно рассказать и тут у меня у друга так голова сбільшуется я так лежу на подлозе я вести час я ходила я такая я не знала куда нет да я им говорю блин класс цикаво а сама в голове думаю боже я пів року за тобою ходила а ты таки дуже дивный типа чувак и в результате він мне каже ну что хочешь купить марку почтовую я зрозуміла что я ему не подобалась и короче он походу писал я подсадить на наркотики он всем девчатам походу писал для того чтобы подсадить их да не я с наркотиками обалденно в школе на самом деле в десятом классе он все одно був загадковый и потом он мне продолжал что-то написать он не загадочный он был упоротый скорее всего или конченый и в какой-то момент чему девочки так часто путают конченых и загадочных да 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 это конкая грань понимаешь грань вообще долбайоб и он такой загадочный долбайоб короче и в якийсь момент мы просто стало спілкуватися я сумувала за ним то что он наркоман и торговец наркота тебя не смутила вот такая юношская любовь ну насправді но мне подобались типа поганси и по факту даже в наркоман типа цитаж в моей голове ну не я так думаю блин но никогда не встречала людей які були наркоманами а вы больше не виделись не гулять один раз вот это вот и все я потом за ним слідкувала а еще там везде пока судебное решение уже не выпустили в инсте ну короче я насправді думала что-то будет у него цикава в житті а он просто в запорежье поступил техникум и там на какие-то звичайные профессии прикиньте они винты тоже следили и вот эта картина в кустах лера сидит типа или рядом да винты рядом такие дай бинокль что там а я ему до речи на цю зустріч принесла подарунок я ему шарф взглядала да какие девочки лапочки просят подарки какие-то чем-то думают но справеді в школе у меня было три таких как это называется короче моих закоханостей и я всем дарувала однакове шарфу эти иди к шарфу милами спать а я думал один и тот же с тобой располагать отдай шарф не ну все равно подарки слушай на первое свидание шарф это прикольно так и именно на правде еще одна зашла ну я активно зашкаверное просто самое великое мое разочарование мы с хлопцем встречались уже два роки это уже было мне короче моё 20-ти речья я ему кажу я так хочу який сюрприз на 20-ти речья можешь якусь придумать чтобы я кась классно застрюли миде народжения я даже не буду сейчас угадывать мне кажется мы не угадаем давай сначала и для меня 20-ти речья это было что-то очень классное и великое это типа юбилей да так ну и в целом у меня до сих пор есть такая штука что на миде народжения мая будет что-то типа вау какие сюрпризы все мають робите и короче он меня встречает с универа спар и ведет через дорогу в дунивера в мистер кет и мы там ему пиццу и все так 20 лет и потом я не думаю ни друзей ни цветов ну короче после этого я почала задумывать что нам треба напевно расставаться потому что люди нам типа ничего не захотела нияк напружить а напевно это не настолько зашкварное как можно это не это может быть ну да ну нет это это зашкварное свидание мне кажется сейчас стоит как раз провести короткий опрос для леры который ты подготовил и мы сейчас поймем ее предпочтение парнях и свидания я тебе задам несколько вопросов которые касаются исключительно свиданий тебе надо будет отвечать либо выбрать вариант это либо сказать да нет в зависимости от вопроса первое бар или тиндер где познакомиться тебе будет удобнее лучше тиндер парень лучше богатый или веселый веселый пояснимо точно треба да нет кого-то ебут все понятно все понятно счет пополам или платит он навпел навпел я дуже сучасная и продвинутая женька похаваем толстый съемок секс на первом свидании был или не был не было задумалась на другом был лучше пойти на первое состояние на кофе или в ресторан на каву типу если погано чтобы меньше часа с кофе легче свалить сказать ой меня от кофе животик прижала кофе сигареты всегда просто мне срочно надо бежать домой следующее свидание о котором мы попросим тебя рассказать это твое самое необычное свидание может быть какое-то плохое хорошее неважно но удивительно удивительно запомнилось чем тебе ну и на зуму ты наркоман как бы в топе ну я бы его до сюда может какие-то были яркие какие-то необычные места там и так это точно незвичайно место мистер кэп значит это уже было с моим зараз нареченым это был кинец литра и мы решили поехать значи ночевлею на це киевское море але мы короче не знайшли палатку мы взяли теки спальники и чомусь один каремат другий каремат не знайшли мы прямо основательно готовились к этому романтическому свету не нашли по паху вообще не было если уже нареченым нужно в спальнике машины у нас не было конечно значит мы ехали через весь Киев мы ехали до Аболонии на метро потом на Аболонии седали в маршрутку она была полностью забита стоячи мы ехали на маршрутке там кудись там в село и вот потом мы выходим а я дуже попросила взяты великий цей вариматор в кавуном да метро короче и вот уже будем изводя наша зупинка ящики потока постоянно паникую пора выходит пора выходит мы выходим море вон море 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 и мы не разумеем а где мы вышли короче и мы сам кавуном оце рюкзаками и мне чуть-чуть здаётся что я была в шлёпанцах вдвоём ездили у двух лучше так и короче и мы оце десь годину может больше шукали где-то цей пляж где море где море мы пришли в оно было как ну не настолько красивое как я бачила на картинке ось но мы спробовали вроде покупатись а вода была холодная мы забули рушники ось давай так что вы взяли ну а в спальнике арбуз так подозреваю тоже не брали мы взяли еще зефир и сардельки но насправді сардельки это же врятувало помню это знаменитое блюдо зефир сардельками в арбузе нет они сардельками там просто потом а диких собак отбивались кидали им сардельки мы смажили сардельки а то есть спички и костер вы сделали звичайно так арбуз смажили я не знаю чи это было законно спички иметь законно если что не че можно где завгодно робити типа вогнище да если там нет указателей что нельзя затушили все да ну короче и потом это не тот случай когда паукиева сгорела чернобыль язона помнишь горела пару лет назад горела море а лисички взяли спички вот это вот значит это же был кинец лита было багато чемусь комарив але было очень холодно удивительно у водоема еще арбуз ели купили короче на вечер стало дуже холодно и мы вот залягаем спать ночью стало холодно ни с того ни с сего да там водоеме комары да на пляже было сейчас не поверите много песка а вода была голубой и знаете что на воде было китина и на поездка но кайта аллаймала буты им типа идеальное побачение ну блин романтично так аллайос да но чемусь все як бы все же зешло всяком аренду же холодный короче это было нич мне дайте найжахливейшим моему житти потому что было настолько холодно и ты просто мы не думали как-то обняться сарится мы тоди недавно застричалися якось было еще там чего просто не открылся в спальнике от комаров отвернулся а чем не мне здаются спальник типу не важко в двоих засунулись нормально чему можно можно но порвать и это же были спальники его батькев мы порвали порвать и вы же никого не планировали вы что недавно встречали а ведь бы выдержал спальники не такое выдержали в двух словах что это такое то есть есть 10 это идеал там твоего парня какой-то супер недосяжимый недосягаемый какой-то молодой человек супер красивый скажем так который внешне тебе там прям безумно нравится ну худой дрыщ судя какой уже поменял так потом ну да идет там 9 типа это мы сереже если сплюсовать ну и там далее то есть один это там какой-то самый ужасный парень которого ты никогда даже такого не существует не взглянешь на него да но у каждого человека независимости от красоты есть какие-то свои привычки которые могут влиять на его привлекательность для тебя я сейчас задам несколько ситуаций и ты скажешь парень из-за этого стал для тебя красивее там или хуже то есть тоже должна его оценить по 10-балльной системе вен висем с 10-ти алая не знаю слова шифонер но ввен для меня 6 будет а лошадь разумели мы бюджет сильно сварим ося с хлопцем через цели не знаю слова шифонер но это было чуть-чуть питание да тамуя но сергей отказал да потому напишите в коментариях знаете ли вы слова шифонер или нет давай далее вен 10 10-ти алая одного разу мап секс с твариною ты не знаешь какой что это вообще было почему ты знаешь такой факт о нем минус 10 будет 0 то есть он 5 из 10-ти алая готовый играть у настолки каждый день ну и 9 из 10 ничего себе как все просто аж очи заблещали сегодня же покупаем монополию вен 9 из 10 алая размывали голосом януковича остановитесь ну вот тут это его природненьку я думаю 8 он будет потому что в принципе голос не убирают над ним можно трошки поправить ваты но все одно ну типа он же не винуватый что так спи в пало то есть ты сможешь встречаться с человеком который лирочка давайте сегодня не будет полностью пара специально прям вот типа тонн и манера а вот в него прямо один в один да то тут иначе живешь с януковичем добрый добрый у януковича был важен каждый голос в свое время поэтому да на всякий случай вбросим миллион да в эту урну в школе каждый голос важен да виктор федорович это не та урна куда вы вбрасываете там мусорка последняя история которую мы тебе сегодня попросим это история про самое идеальное твое свидание мечты если такое конечно же было так воно дейсно было это была наша перша зустричь с моим мерченым значит познайомился мы с ним знаете где я знаю но не буду спойлерить ну ты казала тиндер а ну я думаю что ну ты казала тиндер что это для тебя хорошее место для знакомства ну я так понимаю что вряд ли это тиндер был это был тиндер а да причем так прикольно він був значит меньше одного километра від вас я просто жила в общагах на василь киевский а в квартире не ну тебя бы испугало если ты в тиндере видишь меньше десяти метров от вас и в девяти восьми и на кухне шорох какой-то уже да 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 чувак и звонок в вере знаешь а да да курьер на самом деле просто лова привез окей то есть ты увидела что он живет неподалеку от тебя так в тиндере у него была хорошая фотография подписи фотограф ось и как он мне в переписке рассказал он в тиндере не для пошуку девчат а чтобы шукать девчат для фотосессий ну короче мы с ним домовилися про фотосессию я ему рассказала что я такая творче что я люблю малювати и мы придумали значит фотосессию в лесе где я буду за мольбертом малювати ось и еще я рассказала что я люблю кататься на велосипеде но у меня его немае и короче он сказал я найду другий велик и давай на велосипедах поедемо в лес и будем там малювати и все таке ось не страшно тебе было с незнакомым парнем в лес ехать если честно и да и когда я сюда шла было трошки страшно но он мне здавался это еще нож выпадающую все время из кармана у него наводил на определенные мольберта ни кисточек аппарата ничего не да ничего просто беремка в руке но я лишь до Голосійського лесу там треба еще дойти я помогла типа если я побачила что он подозрел и я помогла звезти втекти ну короче мы застрелись там на какой-то точке он был с двумя великами я на велосипеде останний раз пару роков я бы не каталась короче для меня это было таке захопление а прикинь он еще на них приехал как ван дамм я бы тоже охренел на двух велосипеде и рисует едет понимаешь и фотографирует что это за пацан да 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 он одной рукой вот так вот рисует картина на руле понял а второй вот это ну слушай я бы тоже да он ездился я бы тоже ну окей велики были уже хорошо мы на великах поехали значите але якось він мені одразу сподобався мені здається я ему теж і тому якби ми дуже таки були сором язливі і оця ми вже приїхали на вліз починаємо все розклали щоб малювати він хоче мене фотографувати я така діво ні ні короче він мені настільки сподобався що у нас не получилось абсолютно пофоткатись ну типа якщо б це просто знаете який слева фотограф ти його запросила я б не соромилась але через те що у нас якесь таки близьке спілкування склалося він не сразу вайб какой-то у вас був вайб реально не фотосесія побачення вайбер правильно говорите вайбері переписывались в твоем возрасті да или вибер і в мене з того дня залишилась взагалі одна тільки фотка яку він дійсно на фото праза зробив там де я ховаюся за деревом та коли ти в туалет хотела сходить ми оце помалювали і поїхали сіли десь на лавочку і ми години дві грали в елес ну просто ну в парку типу там було вимило хто не поняв ли який фанат настольних ігр прямо самий большой фанат которого я взагалі знаю ну короче потім ми до самого вечора гуляли ввечері ми поцілувалися і що мене теж дуже вразило він мене оце проводить він каже ну тіпа що ти там моя дівчина і це для мене було дуже дивно тому що до цього якісь мої зустрічання ну якось ми це ніколи не проговорювали а тут він тіпа кажуть так заявляє прям на першому світанні в кінці першого побачення кажуть ти моя дівчина я така думаю вау окей ну плані це було дуже ну впевнено короче це дійсно було найкраще побачення тому що якось багато всього було і велики і малювання ну після того ми ніколи так активно не не виделись настільки впечатлило перше свідання що тепер це твой жених так я кожен день прошу його пограти зі мною в еліас він дуже втомився але він грає тому що любить мене ой у нас еліас везде був і в поїзді просто кодове слово і в лесу і в гостях і в примерочній і в машині а мій еліас може три рази за ночь да і ще один раз монополію ну ну когда уставший когда уставший да ну я ему там могу немножечко дженгу дженга по праздникам не заслужила с вами были зашкварные свидания лера спасибо большое что ты пришла к нам сегодня да и вам спасибо что послушали наши дурацкие шутки лайки не ставьте на канал можете не подписываться иначе мы будем продолжать это снимать всем пока